Программа «Наука и технологии» и в гостях у нас сегодня, я с радостью представляю нашего эксперта, руководителя проекта по созданию единого электронного атласа пещер. Это раз сопредседатель комиссии спелеологии и корстоведения Московского городского отделения РГО, мы тоже об этом расскажем, доктор физико-математических наук, преподаватель в МИРА, Алексей Шелепин. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Очень безумно рада, что вы пришли к нам. У нас есть анонс на сайте, и первая фраза такая «Наш гость знает о пещерах всё». Ну, я много знаю, всё нигде знать невозможно, но я этим занимаюсь уже больше 30 лет. Что интересно, вы создали единый электронный атлас пещер. То есть раньше, непонятно, знали только избранные, куда вообще идти, что смотреть. Но раньше, видимо, это всё было разрознено. Ну, это такой долгий и сложный вопрос. Дело в том, что всё-таки раньше были другие средства коммуникации, а информацию по пещерам собирало не государство. То есть государство тоже временами пыталось, но это не получалось. Обычно те люди, которым это интересно. То есть это изредка были научно-исследовательные институты, как там в Крыму или в Перми. А в основном это были обычные люди, для которых это было хобби. И вот они всё это собирали, и всё это вот точно распылено. По всей стране, получается, вот эти это знают, эти то знают, эти третьи, это другое. Ну, а кроме того прочего, люди же, как человек, он конечен во времени и пространстве, да, что-то утрачивается со временем, то есть когда-то что-то держат. Ну, и в советские времена были попытки создать вот такой вот кадастр. Ну, они как-то вот заканчивались примерно посередине. Самое большое было где-то в 86-м году. Сделали два тома из четырёх планированных кадастров крупнейших пещер СССР. Ну, крупнейшие это тоже, это там то, что там длиннее 500 метров, глубже 100. То есть это тоже лишь, а если в процентах, то есть это тоже там процентов 10, наверное, всех пещер. Вот, а сейчас просто стали, ну, другие средства, наверное, коммуникации, да, можно же всё в интернете делать, рассредоточено. Ну, и русский графическое общество тоже внесло в это очень большой вклад. Ну, вот вопрос, который сам собой напрашивается. Сколько времени у вас заняло создание вот такой вот единой системы? Электронной. Да. Ну, возможно, взять некоторую предысторию. Я же с нуля начинал, да? С нуля. Нет, не с нуля. Не с нуля. Не с нуля абсолютно. Нет, ну, электронную. Просто толчком было, что, когда-то давным-давно я сделал сам описание одной пещеры на компьютере, это лет 20 назад, там, может, больше, потом я и успешно его потерял. Я его искал, 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 и потом подумал, ну, что же делать, надо делать что-то такое вот хорошее. Чтобы не терять, да. И был такой вот проект совершенно на добровольных началах. Это мы стали делать на сайте как раз комиссии, вот, спирал и кирсоведение московского отделения. Стали делать... Российское и графическое общество. Да, русское и графическое общество. Стали делать атлас пещеры. Ну, туда только крупнейшие в основном были пещеры включены, глубочайшие, скажем так, глубочайшие пещеры. Ну, наверное, всего около 600 пещер. Но на этом, как бы, что касается лично меня, то я получил большую практику и общение с людьми, и как все это собирать. То есть, немножко себя стал представлять, как это делать. Вот. А дальше уже был... Это два года назад уже прошло. Это дальше был... На это был дан грант русского и графического общества. Вот. Что уже грант, он сильно ускоряет. То есть, если что-то делать, можно делать что-то на чисто добровольных началах, но это происходит обычно достаточно медленно, да, и не очень систематически. Ну, а грант, он позволяет все-таки систематически подойти, ну, настоящих программистов получить, сказать, свое распоряжение. То есть, вот эту всю техническую работу он позволяет сделать достаточно быстро. Ну, все, был год. На создание был год. Год был грант. Вот так. Ничего себе. Я думала, что там, кажется, 10 лет. Да, я тоже так думал, что информацию мы собирали, копировали карты. Вот это со всей страны. Да, друзья, я хочу напомнить, у нас в гостях сегодня руководитель проекта по созданию единого электронного атласа «Пещера» Алексей Шелепин. Алексей, ну, как последователи сейчас есть у вас уже, которые вдохновлены вашим хобби, отчасти это ваша профессия? Давайте отойдем от этого самого, от атласа немножко, да. То есть, атласа же, на самом деле, не один человек делал ни два, ни десять, даже не двадцать. То есть, это же, как сказать, ну, это с помощью интернета, это звонки. Да, да, это социальное армию, да, сделаешь соответствующий софт, как принято говорить, да, так, чтобы могли набирать, одновременно работать там, ну, примерно сотни человек, наверное. Отсюда и, собственно, скорость. Мы поговорили о том, что самые глубочайшие четыре глубочайшие пещеры мира находятся где? В Абхазии. В Абхазии. Вот, то есть, это те пещеры, которые держат первенство вот уже долгие годы, да? Расскажите поподробнее, какова глубина самой? Самая глубокая сейчас 2 километра 200 метров. Ох. То есть, 2 километра 200 метров, много колодца, колодца, колодца. Далеко. Это глубина, так сама-то она подлиннее, понятно, чисто глубина по вертикали. Как я понимаю, я абсолютно, конечно, дилетант, но вот для туристов, например, глубина пещеры, это ведь не самое, что покоряет. Но, допустим, в Крыму мрамородная пещера, красная пещера, это же просто какое-то произведение искусства природное. И неважно, глубокая она или нет, там, ну, чтобы наши понимали зрители и слушатели, ты когда заходишь, там просто природа создала уникальные формы. Это такая красота, да? Там как статуи такие определенные. Ведь каждая пещера, она уникальна, не только там глубина, еще что-то, там много всего. Озера, гуры, натеки, там, кристалликтиты. А в красной можно плавать еще, да? В красной, да, в красной можно по речке, например, плавать. Надеть гидрокостюм и плавать по речке. Иначе холодно, да, плюс 9. Это в Крыму, да. Но это обычный человек может. Здесь же дело в том, что пещеры, как бы, они немножко сложноваты местами бывают, да? То есть если уже есть вертикаль, то это надо вертикальное снаряжение всевозможное. То есть веревки, самохваты, все это подъем, спуск вверх-вниз по веревке. Кому-то эту веревку надо вешать. А еще, наверное, какое-то оборудование спускают. Ну да, вообще спелеология, если уж такая исследовательская, это мешки, мешки, мешки. То есть это не мешок-то такое. А в мешках жизнеобеспечения. То есть ты идешь куда-то, предположим, если надолго, то там, может быть, на две недели идешь, да? Мешок сухарей. Да, это транспортные мешки. Это такой вот мешок в такой, примерно, окружности, да? Чтобы пролезал везде там, где пролезает человек. Если толще что-то сделать, то просто не пролез. Примерно полтора для наших радиослушателей. Примерно полтора метра высотой, показал Алексей, мешок. Да, небольшой, да. И примерно, наверное, ну сколько-то, 30 сантиметров в диаметре. Вот такой вот мешок. И то есть на две недели спускаешься туда, да? Ну, в зависимости, да. Бывают разные длительности экспедиции. Поймите, у нас это все ново. Есть же пещеры, в которые... Ну, вот сейчас, ты говоришь, что глубочайшая пещера мира, но в них... Дня три минимум идти в одну сторону, дня три в другую. С ума сойти. А снежная, она просто... Отпуск. До последнего времени у нее были только верхние входа. И там просто несколько километров надо идти, порядка десяти. Если с верхнего входа, то это примерно неделю идти можно вниз, неделю идти вверх в пещере. С ума сойти. Быстрее не получится. Ну, сейчас, если нижний вход, уже можно быстрее. А сколько человек совершает этот поход, как правило? Ну, по-разному. То есть бывает от нескольких человек там до... Ну, особо много, редко бывает. Ну, 10, ну, 15. Ну, по одному не ходят, да? Не, ну, и 15 человек сразу не идут. Это как бы состав экспедиции. Бывает в экспедиции 30 человек. А ходят обычно двойками, тройками иногда. То есть вот так, чтобы просто не мешать друг другу. Что за специалисты должны быть в команде? Ну, здесь спелеология, это как вот еще давно говорилось, в 50-е годы, профессор Виктор Николаевич Дублянский говорил, что это наука плюс спорт. Дело в том, что... Ну, еще, на самом деле, для кого-то это еще образ жизни, кроме того, что науки и спорт. Дело же в том, что, чтобы что-то исследовать, надо туда дойти. Чтобы дойти, значит, надо обладать определенными, ну, кондициями. Конечно. Минимум физическими данными. Да, физическими данными. То есть надо дойти. Поэтому, то есть спорт здесь явно присутствует. А науки очень разные могут присутствовать. Потому что пещеры, чего там только не встречается. Это биология, это, например, могу вспомнить довольно смешную историю еще советских времен. Дело в том, что в пещерах света нет, рыбам глаза не нужны. И вот, в Туркменистане нашли такую пещерную слепую рыбу, у которой глаз нет. Ее сфотографировали, написали заметку в газету. А в газете известен художник. Посмотрел, он же не читает, смотришь, что ж такое. Плохое фото. Что ж, у глаза рыб нет. Ну, у рыбы нет глаз. Да, да, да. Нарисовал. Нарисовал глаз. И таким образом статья про слепую рыбу, а там рыба с глазами. Нарисовываю. Понятно. Давай. Не, ну, может быть, я просто к чему про состав команды спросил. Потому что, допустим, вот у нас была в 11-м году экспедиция Марс-500. Наземная. То есть имитация полета на Марс. И там обязательно был врач, обязательно там психолог, чтобы вот это все утрясать внутрикомандную игру условно. Я поэтому и спросил, может быть, тоже в таких экспедициях нужны врач и психолог, и, не знаю, там... Кто-то еще? ...какой-то культурист, чтобы эти мешки все нести. Ну, мешки всем все равно придется нести. Одного культуриста не хватит. Какой-то культурист, там, скорее, человек должен быть выносливый, а не это самое... Ну, достаточно сильный и выносливый. Нет, спириология же такое дело добровольное, да? То есть в основном это на 99,9% это любители, да? Я сам тоже большую часть жизни занимаюсь этим как бы вот, ну, из любви к искусству, да? Какие пещеры поразили больше всего? Вот что вы можете порекомендовать именно туристам посмотреть? Тут немножко два вопроса немножко разных. В одном? А, ну хорошо. Одни, которые поразили, другое, что порекомендовать. Давайте, давайте, наоборот, еще. Давайте я начну с того, что поразили, да. Просто поражают иногда те пещеры, где достаточно труднодоступная пещера, бывает и такое. Ну, когда-то давно у меня была небольшая пещерка в Крыму, вот я смотрел на эти гелектиты, которые, если сказать, долго смотрел, они меня поразили чем-то. Потом я такого много раз видел, уже не так. А вот именно уникальное что-то, ну, вот снежное, пещера Снежная, это в Абхазии, опять же, одна из глубочайших пещер мира, там на 200 метрах есть огромный снежный конус. Дело в том, что в обход туда сцепается снег зимой, лавинами, и огромный снежный конус в 150 метров. То есть ты спускаешься в пещере уже на глубине 200 метров, вдруг оказываешься на вершине 50-метрового снежного конуса. Ничего себе! Ну вот, да. А на санках можно кататься? Можно, приедешь в эти, в камни приедешь, то есть внизу, внизу зал, по краю зала камни лежат. Вот это вот огромный конус многолетней, такое снежно-ледовое образование. Он растет иногда, а потом какие-то годы стаивает, то есть совершенно необычное, необычное зрелище. И, естественно, подземные водопады, это тоже что-то, то есть река, когда, вот река, когда течет, это всегда что-то потрясающее, то есть, ну, какая-то динамика. И, кроме того, не дай бог попасть под вот эту воду в пещере, да, паводки, паводки тоже огромное впечатление, конечно, произвольное. А бывало такое, да, попадали? Ну, попадал, ну, слава богу, вот я тут сижу, да, это такое... Понятно. Просто в пещере вода может подняться сразу на много-много метров. По-моему, рекорд какой-то метров 400 подъема где-то во Франции. Ну, а в 20, 30, 40 метров, это довольно заурядные моменты, ну, как заурядные, вполне рабочие. То есть от этого надо убегать как-то? От этого надо убегать, и главное в это не попадать. То есть, да, телефон тянут в пещеру, чтобы иметь какое-то предупреждение о паводках. Мы, например, ставили последний год автоматический измеритель осадков, то есть он отбивал все время по связи, если когда на поверхности никого не было, когда есть, можно позвонить, когда никого не было, просто отбивал, сколько там водички накапало. То есть вот убегать от паводков можно. С ума сойти. Вот, ну, а второй вопрос, да, что можно порекомендовать. Что порекомендовать, да. Здесь те пещеры, которые доступны, да, оборудованы специально для посещения. Это туристические. Туристические пещеры, да. Здесь очень разный, как бы, проток людей. То есть если исследовательская, это несколько тысяч, такой вот, несколько тысяч человек этим занимается, педагогов очень мало, да, таких вот, то здесь миллионы на самом деле. То есть вот по крупнейшим пещерам сотни тысяч могут идти и выходить. Но это, безусловно, многие пещеры Крыма. Это, как вы уже понимали, красная, мраморная, там, инвербархасар. Ну, штук шесть, наверное, семь в Крыму оборудованных пещер. Кунгурская ледяная пещера, если мы про Урал говорим. Есть пещеры, двор Хангельской области даже, есть пещеры с уникальными ледяными образованиями, которые каждый год нарастают снова и потом стаивают. Это не только сталактиты и сталагмиты, это еще и такая вот, я не знаю, ну, кристаллы. Ой, красота. Хрома кристаллов, слистающая с потолка. Мы уже поговорили о самых, тех самых-самых пещерах, которые вас, Алексей, покорили. Вы порекомендовали нашим слушателям и зрителям какие-то пещеры. А я хотел спросить, есть ли в мире или, может быть, в России даже пещеры, которые вот обладают чем-то необъяснимым до сих пор для наших российских ученых? Да, может быть, мистическим, загадочным. Все же ждут какой-то тайны. Конечно. Не знаю. Что ты почувствуешь? Смотрите, для меня, ну, это среда обитания, поэтому меня лучше не спрашивать о какой-то мистике. Ну, правда, могу рассказать историю старую-старую. Ой, давай. Мистики никакой, но история есть. Давно я тащил много мешков. Было-то в пещере московское. И тащил много-много мешков уже почти сутки. И там ручеек журчит. И вот чувствуешь, что это не ручеек, это музыка играет. Музыка играет музыка, музыка. Если очень сильно сосредоточиться, заставить себя собраться, ручеек. Чуть-чуть расслабился, опять музыка играет. Вот так вот. Ручеек вообще, когда вот это журчание, оно голоса все время напоминает, что кто-то идет, вот кажется, что окликаешь, что вот уже ближе, а потом окажется нет. Ну, вот это вот такая есть немножко мистики, есть вот эти журчащие ручейка. А это московская пещера, это где? Московская, это тоже в Абхазии, тоже в Абхазии. Тоже больше, чем километр глубиной. Ну, назвали московскую, пещеры как только не называют. Слушайте, а вот в наших широтах близлежащие пещеры есть? Вот где-то здесь? Ну, здесь есть много каменоломен, да. Самые известные из них Сьяновские, потому что там потолки высокие, по ним ходить хорошо. А естественная пещера, ну, наверное, самая близкая, это, наверное, понередко, может, Новгородская область, там примерно километр. Это надо в гидрокостюме плавать такая с сифонами, то есть полностью затопленными ходами пещера. То есть в наших средних широтах, ну, вот рядом с Москвой, в смысле. Да, да, да. Не очень много, мало пещер совсем. То есть здесь как-то бедновато. Ну, зато можно выехать куда-то и там их найти. Ну, на Урале много пещер очень. Для пещер нужны горы, как мы выяснили в перерыве, что, допустим, эти два километра, о которых Алексей говорил в самом начале нашего эфира, это сначала надо подняться в гору, а потом спускаться в пещеру. Вот так вот. То есть нужны горы, в Подмосковье горы вовсе не очень наблюдается. Ну, конечно, раньше пещеры вообще были, вот вы говорите, среда обитания, люди там монастырии делали, кельи, жили. Да. Вот, в принципе, дома были в прошлом. Здесь еще и палеонтология очень сильно связана с пещерами. Это Денисовский человек, да, это такой же вид, как там Неандерталис, найден в Денисовой пещере на Алтае, да. То есть это вот тоже во многих пещерах ведутся раскопки, так. А вы были там, да? Нет, я в Денисовой не был. Боитесь? Далеко, все же в мире не объездят. Вдруг Денисовский человек выпрыгнет из-за угла. Да, 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 да. А с другой стороны, вот если, ну, люди обитали обычно при входовых частях пещеры, а уже глубоко эта среда такая человеку не очень, скажем так, не очень дружелюбная, когда далеко заходишь, уже давно нет света, уже и вылезти трудно. Сыро. Сыро, да, опять же, да. А что здесь там водится, вот в этом далеке-далеке, куда обычно, где люди не жили? А, кстати, да, живность какая-то. Что здесь, вот в этих пещерных реках? В реках водятся, ну, существа ракообразные такие, похожие на креветок, ну, сантиметра полтора могут даже такие водиться. Пауки не очень. А кого они там ловить-то? Ну, там, скорее, вот те, которые воду через себя пропускают, да, такие... Ну, летучие мыши, естественно, живут, это уж, они туда залетают на километр, может, далеко залетели, они там зимуют, им там тепло, зимой они с поверхности улетают, там висят и зимуют. Не было никаких страшных с ними случаев? Не нападали на вас? Нет, ну, к ним надо бережно относиться, уже можно разбудить, она потом это самое, слишком много энергии потеряет, и плохо будет. Наоборот, надо мышек беречь, и о них заботиться. Вот так вот. Минутка мимимишности. Слушайте, ну, а так там же, подождите, ну, а змеи бывают же там? Змеи дальше, при каждой части, не заползут. Там много разных видов, там много своих специфических видов, они бесцветными часто многие становятся, таким полупрозрачными, потому что там пигментация не нужна, как и глаза. И вот всякие мокрицы такие бесцветные, они действительно есть, вот эти рачки бесцветные, то есть в основном это членистоногие. Ну, могут забегать, кстати, что интересно, знаете, такая зверюхка бывает, соня, с таким большим пушистым хвостом. Да. Вот они тоже могут метров на сто забежать в пещеру, по стене, вертикальной. А что она там делает? Не знаю, для меня тайна. Ну, действительно, забегали, увидели. В кости к мышам. Бегащую ловил на стенке, вот выбегает по стене, я ее хвать рукой поймал, ну, отпустил потом. Он меня укусил и отпустил. Укусил и отпустил, все, все понятно. Скажите, у вас, вы нам тоже сказали вне эфира, что примерно 2-4 экспедиции в год вы совершаете, да? Да, да, да. Где-то планируете. И самое продолжительное это? Ну, месяца полтора бывало. Ну, под землей, недели три где-то вот такие. Три недели под землей. Ну, где-то так, да. А когда выходишь на свет, какие ощущения? Ну, два, наверное, таких ощущения. Кроме того, что вообще мир снаружи не так уж и плохо кажется. Дело в том, что все цвета очень яркие, очень яркие. То есть, если лепить такой зеленый, такой, не то что ядовитый, но просто очень яркие цвета все. Вот потом все это успокаивается. И запах озона, который вот мы обычно ощущаем на поверхности, озона есть практически всегда в воздухе. Вот, но мы его не чувствуем, этот запах, мы к нему привыкли. А в пещере озона нет. Ну, например, грозы, все, атмосферы, явления всякие. А в пещере нет. Когда ты выходишь из пещеры, вот долго, там не час-два пробыл, а там сутки, двое, то ты выходишь, вот этот запах, вот эти цвета. Хорошо. А это прям везде вот запах озона? Или запах озона способствует, допустим, что вход в эту пещеру в горах находится? Нет, ну, может, это и способствует, но он практически всегда ест. Нет, то, что он есть, то понятное дело. Слушайте, а еще такой вопрос последний. А что берете из еды туда с собой в пещеру? Вот какие-то консервы в основном? Ну, консервы бывало тоже. Обычно еда, ну, как еда? Крупы. Колбаса. Колбаса, да. Ну, вот, ну, обычный набор еды, иногда сублиматы какие-то, да, то есть, чтобы сильно много не тащить надо было, то есть, чтобы воду с собой не таскать, потому что таскать там лишние килограммы по веревке и по пещере, это так очень утомительное занятие. Поэтому стараются что-то, чтобы полегче, чтобы там, ну, воду на месте туда, чтобы вода попадала в еду на месте. Ой, как интересно. А вода, чтобы попадала в еду на месте, воду, если не тащить с собой, то там где-то можно найти? Обычно в пещерах она бывает, да. А в пещерах обычно вода и промывает. Конденсат. В 99,9% случаев конденсат бывает, бывает с поверхности, естественно, течет речка, исчезает, да, раз исчезла, вот она там, ты на нее находишь. Бывает конденсат, снег тает, все это просачивается, дождь просачивается. То есть пещеры, как правило, образуются же водой, с помощью воды промываются, растворяются, и вода там есть обычно, ну, с какой-то уже минимальной глубины. И она чистая? Ну, в общем, да, обычно. В общем, да. Раз такие долгие, ну, по меркам, допустим, вот нашим, у нас там отпуск две недели, вот, а тут две недели, неделю можно только туда и неделю обратно идти в какую-то пещеру, спускаться. Какова подготовка к такой экспедиции? Сколько она времени занимает, и что необходимо учесть? Ну, во-первых, люди должны быть достаточно подготовлены. Это мы, да, выяснили, поняли. Это, да, то есть это, ну, бывают такие спелия школы, так называемые, все это готовятся, учат ходить по веревке, там, ну, какие-то небольшие экспедиции люди ездят. А подготовка, ну, оно какое-то, естественно, время занимает, то есть это надо собрать все снаряжение необходимое, там, те же веревки, железо, там, ну, и так далее, да, еду, все это запаковать. Это какая-нибудь спелилогическая экспедиция, это раньше все в поездах ездили, это вот эти бесконечные мешки, которые выгружают, которым забит весь тамбур. Вот, их в тамбур, а быстро надо со станции выкинуть. Сейчас будешь транспортными компаниями пользоваться, прогресс не остановить. Ну, конечно, удобно. Вот, а так это мешки, 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 то есть, ну, их надо собрать, это можно там неделю собираться, нужно полторы, можно две. Все, на самом деле. А какая вот чисто такая вот работа теоретическая проводится, наверняка же, прежде чем идти в какую-то пещеру, вы ее изучаете вот удаленно, скажем так, собираете сведения, чтобы понять, на что ориентироваться, что там есть, чего там нет и так далее. Вот эта работа сколько времени занимает? Ну, если ты идешь в знакомую пещеру, то есть, очень часто же люди ходят, пытаются пройти дальше, да, уже пещера, которым знакома. Это очень часто бывает. Но я, например, часто смотрю, вот есть такая вещь, как-то посъемка, да, когда-то это рулеткой тянули все, да, сейчас уже, слава богу, лазерными дальномерами делают, да, это как-то гораздо быстрее и лучше получается. Да, удобнее лазерные дальномеры. Тут прогресс он везде. Как раньше ты бил ручкой эти крючья, да, это долго, а сейчас люди берут литиевый аккумулятор, есть, берут перфоратор и восходят там на 50-70-80 метров вверх. Потому что пещеры так особо не полажают скалолазанием, все как-то бывает заглиняно, ты сам же не в тапочках, во всей одежде много весишь тоже. То есть, ну, вот это, это как скалолазание красивое, вот такое вот, как показывают в горах, под лучами солнца, там его нет, да, то есть это вот тоже технология, да. Вот смотришь, я возвращаюсь к тому, что говорю, смотришь на ту же в объеме, крутишь объемную модель, да, которую можно построить с помощью соответствующих программ. И смотришь, где вот какие-то, вот куда может идти, такое тоже бывает, то есть смотришь, например, на компьютере, да, и иногда помогает. Алексей, а еще вот вопрос, между экспедициями, вы как себя держите в форме? Вы говорили про физкульт-подготовку, что вы делаете? Бегаете, качаетесь, делаете упражнения? Я вообще регулярно, я не умею, но очень люблю играть в футбол. Общая укрепляющая. Общая укрепляющая, да. Просто это же очень важно, вот ты сейчас про вес сказали. Ну, безусловно, да, потому что, ну да, и далеко не уйдешь, да, совершенно верно, или что-нибудь обязательно подвернешь, ну, то есть должна быть какая-то минимальная физическая форма, все-таки должна быть по определению здесь, да, должна быть. Потому что перерывы-то большие между этими. Да, ну, люди специально иногда бегают, там, ходят в залы, лазают. Те, кто занимается восхождением, они могут ходить, там, тренироваться лазанью, да. На скалодром. Да, 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 на скалодром, да. А какие-нибудь есть у людей, изучающих пещеры, приметы? Да, кстати, вот интересно. Профессиональные какие-то. Или все люди науки. Ну, там, допустим, вот это вот сейчас распространенное, что все перестали говорить последний и начали говорить крайний, потому что там у паршрутистов, еще у кого-то там, у подводников, нельзя говорить последний, потому что мало ли что. Вот есть ли такое что-то, да. Среди ваших коллег. Даже, даже не знаю, все, наверное, стандартные. Те же самые крайние там последние. А, тоже не говорите так, да? Нет, я-то говорю, наверное, многие не говорят. Спасибо вам большое, земной поклон. Не верите? Ну, не знаю, нет, приметы некоторые могут, приметы на чем-то основываться, я не знаю, но некоторые не особо верят. А женщины ходят в экспедиции? Ходят обязательно. Да? Да. Нет, бывают экспедиции, когда одни мужики, но как-то вам это скучно. Ну, конечно. Что-то не то. Тем более, кто-то вот эти все, вот, взял колбасу, должен нарезать вот это все. А спиртное берете в пещеру? Да, это кто как. Да? Это кто как. Не, ну, если там много его, никто не берет. Ну, да, защитить надо. Ну, практически иногда вообще не берут, иногда какое-то минимальное количество там перед сном. Или на поверхности уже. То есть в пещерах как-то не принято, в общем-то, чего-то пить такое и прочее. Ой, как интересно. У меня еще короткий вопрос. Да, пожалуйста, тебе. Если это пещера, в которой вы уже были, вот там, здесь был Петя, такое существует. В темноте, да, Петя? Какой-то ваш коллега из другой страны пришел. Hello! Леша, я здесь уже был. From London, we love. Да, нет, ну, во-первых, как-то вот во многих пещерах это известно заранее. То есть надо еще договариваться. Существуют некие правила этики, которые где не писаны, но их люди стараются соблюдать. Вот. Ну, если кто-то один там работает, что-то делает, чтобы другие как-то спрашивали и так далее. Вот. Ну, а насчет писать на стенках очень раз. Вот политический палеолитик человек рисовал на стенках, да, это мамонты, это прекрасно, да. Мамонты, верблюды в Каповой пещере, это уже история. Говорят, Грибоедов расписался. Вот Грибоедовская галерея в Красной пещере есть. Говорят, там расписывался. Но когда приходит там Петя, пишет Петя, да, сейчас очень много народу ходит, техника лучше стала, да, то это уже как-то получается, что и нехорошо, да. То есть на самом деле, ну, из какой здесь литературы, а если видно, раз крюк забит в пещере, да, уже видно, что там кто-то был. Кто-то здесь был, да. Алексей, спасибо вам огромное. Приходите еще, безумно интересно. Алексей Шелепин, руководитель проекта по созданию единого электронного атласа пещер. Все о пещерах нам рассказал, все, да не все. Спасибо большое. Очень интересный эфир, приходите к нам еще. До встречи. С радостью встретимся. Спасибо. Хорошо.